Доброе утро всем, кто к нам сейчас подключился. Здравствуйте! Сегодня 18 декабря, это пятница. В эфире программа «Личное утро» на радио «Болтком». Ведут её Ольга Авдеевич. Доброе утро! Я Рита Трошкина. Гости сегодня у нас в «Личном утре» очень интересные. Это Юлия Васильева, солистка латвейской национальной оперы «Сопрано» замечательная. И сейчас она нам расскажет обо всех музыкальных новостях и о «Личном утре» своём. Здравствуйте, Юля. Доброе утро! Здравствуйте! Вот у нас традиционный первый вопрос всегда. С чего у вас утро начинается? О, утро начинается довольно-довольно. В таком развертном режиме, потому что вчера мы сделали заль в Новокодилове концерты в «Личном утре». Вот, хорошая новость. Да, это традиционный концерт, который называется «Гады-минс-концерт». С участием солистов, оркестра. И, в общем-то, на этом работа национальной оперы в этом году, видимо, закончилась. То есть мы по-прежнему можем приходить в театр, заниматься индивидуально, но никаких репетиций, совместных концертов, спектаклей уже, конечно, некоторое время не происходит и происходить не будет. Вот, поэтому я считаю сегодня такой первый день моего новогоднего отпуска. Довольно странное состояние такое ощущение тоже, потому что обычно этот декабрь очень насыщенный. Всегда много концертов, мероприятий, выступлений. «Елочки». Актеры говорят, сезон «Елочек». А у вас получаются рождественские каникулы. Юля, и традиционно второй вопрос мы задаем нашим гостям. Это вопрос нашего утреннего интерактива. Этот вопрос сегодня был ваш любимый новогодний фильм, раз уж вы заступили на рождественские каникулы. «Есть у вас такой спектакль-фильм?» «Спектакль-фильм». Ну, спектакль – это, конечно, ниже «Челкончик». Причем в этом году его можно посмотреть на разных площадках в онлайне. Также наш театр оперы предлагает трансляцию «Челкончика», которую можно приобрести в интернете. Вот, это если говорить о спектаклях, а если говорить о фильмах, то как-то с моего детства, ну, естественно… Как это, с легким паром, да, это понятно. Но для меня очень такой рождественский новогодний фильм – это «Один дома». Мы его пересматриваем, очень любим эту комедию. Как-то вот она навевает на нас такое новогоднее настроение. Только что говорили про оба этих фильма вот предыдущий час, потому что они оба в рейтинге, спорят друг с другом, первые места заменяют один другой. То есть у вас «Один дома». Ну, а ирония судьбы есть какая-то фраза любимая? Что вам нравится в этом фильме? Будете ли вы его смотреть опять? Ой, не знаю. Ну, наверное, да, потому что в этом году о чем еще заниматься? Обычно в новогоднюю ночь бывает тоже какой-то концерт или мероприятие, когда нет времени вообще даже выпить бокал шампанского в 12 часов. В этом году, видимо, будут «Голубые огоньки», фильмы, все вот это вот. Я готовлюсь. У меня такого Нового года не было уже, если не соврать, лет 15. Ой, то есть вы в роли зрителя будете в этом году, да? Ну, мы только что сообщали, что «Щелкунчика» можно посмотреть на сайте нашей оперы и купить эту онлайн-трансляцию, приобрести билет. С 20-го числа это начинается. Ваш концерт, вот этот новогодний, о котором вы сказали, который вчера записали, когда и где? Он также доступен на сайте Национальной оперы, это www.opera.lv, 27 декабря. Уже, да? До 20 декабря, да. Музыка и фундер, что вы там исполняете? И кто еще вместе с вами там участвует? В этом году участвуют пять солистов. Это два сопрано, Инга Шлюбовская и я. Это два тенора, Раймонд Браманис и Михаил Чулеваев, мой партнер по сцене, с которым мы часто концертируем и в спектаклях обуваем. И наш директор, бас-баритон Эгил Силенч, то есть пять солистов и оркестр. Лично я исполняю в этом первый номер открытия, это Ария Родины из отрасли «Видский цирюльник». Потом я исполняю очень красивую мелодию из оперета «Легара». «Видский цирюльник» — это «Веселая вдова». Песенка «Гилья» называется. Мы поем дуэты с Михаилом, поем различные совместные ансамбли, номера, поэтому концерт очень позитивный. И все пьесы, исполняемые в нем, они очень такие жизнеутверждающие, веселые, как меня часто спрашивают. Будет заунывный концерт или веселый? Этот веселый. Поднимает настроение и бодрый дух, так что присоединяйтесь. Я думаю, что он очень красивый, тем более, что зал оформили очень интересно. А вот мы видели, что в этом году сделали немножко такой сюрприз, то есть поскольку зрителей нет в зале, то заняли весь зал, да? Как это все выглядит? Расскажите. Да, именно вот поэтому я поставила фотографию такую маленькую, анонс. Оркестр со сцены из оркестровой ямы перенесли в портер. А на месте оркестровой ямы организовали нам такую сцену, и весь концерт снимается со стороны сцены на зал. То есть есть возможность посмотреть тот вид, который всегда лицезреем мы, выходя на сцену. А то есть солисты в оркестровой яме находятся, а съемочная группа на сцене. Да. То есть камеры повернуты строго наоборот в зрительный зал, да? Да. Любопытно. Это очень интересная находка в этом году, и то, что я видела, маленькие вот эти вот зарисовки в камерах, действительно отрицающие. Посмотрим. Юля, скажите, пожалуйста, вот немножко грустный вопрос. Как вот, какие у вас ощущения, когда вы поете, а в зале нет зрителей? Как это вообще переносится? Ну, вы знаете, это получается, что ты поешь в пустоту. Чтобы как бы справиться с этим внутренним ощущением того, что это уходит в никуда, я представляла себе, что публика, она вот там за камерой. То есть вот... Силы вложения, да? Да. Потому что иначе тогда совсем получается как-то пусто. Я стараюсь об этом не думать, потому что если себя так накручивать, не касаясь этого, то тогда совсем печально, тем более, что мы совсем не знаем, когда мы вернемся на сцену. В данный момент есть какие-то планы на февраль. Премьера Симона Паканегра и у меня лично несколько спектаклей на февраль запланированы. Но состоятся ли они? Юля... Давайте у нас Новый год переди, будем загадывать желание, да? Да, да. По поводу планов, по поводу планов. Вот у вас есть проект, оперный календарь, да? То есть это календарь все-таки на год. Будем думать о том, что все-таки все вернется на круги своя. Год никто не отменял, он все равно состоится. И там получается, что каждый месяц вы представляете какую-то героиню. Раз календарь выпустили, значит, все будет хорошо. Вот у нас журнал, есть открытый город с этого месяца, где ваше интервью очень большое. Сразу рекомендуем. То есть, а по какому принципу отбирали героиня, как она совпадает с каким-то месяцем? Вот, например, ваша Розина, да, которой вы открываете оперный концерт, она там будет в календаре представлена? Нет, Розины в данном случае нету. И я расскажу, что здесь героини, может быть, не подбирались так конкретно к какому-то месяцу непосредственно. Это просто 12 различных образов, которые с той или иной стороны меня очень интересуют с точки зрения воплощения на сцене, вокалий в каких-то моментах и так далее. То есть, среди этих героинь есть роли, которые я уже пела когда-то, может быть, которые уже никогда петь не буду, роли, которые в данный момент есть в моем репертуаре, или те роли, о которых я мечтаю, которые мне хотелось бы петь в будущем, но еще такой возможности скажем так, не было. И я выбирала этих героинь по принципу эмоционального накала страстей. То есть, это одни из самых таких вот ярких эмоциональных образов, и они именно запечатлены в тот момент, когда вот на пике находится это эмоциональное состояние. То есть, «Ночная королева» в тот момент, когда она дает клинок своей дочери, чтобы она убила человека во имя ее жажды власти. то есть, это нахуй страсти. Это ваш проект? Это вы придумали? Да, это придумала. Я вместе с... Дальше ко мне подключилась творческая команда Фото Украины Ильина и замечательная художница по гриму и прическам и образом Евгения Кухановская. Вместе мы уже продумывали каждый образ в деталь. А наряды? Вся вот эта галерея героини, она родилась, конечно, в моей фантазии. А какие еще героини? Среди них есть героиня Сэмэлэ. Это по древнегреческой мифологии возлюбленная бога Юпитера, который погубил в общем-то сам этот бог руками его супруги и из ее останков на свет появился бог веселья, вина, радости, Баккус. В общем, эта героиня представляет у нас январь, то есть появление бесконечной отмеченной вот символизирует это Сэмэлэ. Среди них есть Констанция из оперы Моцарта «Похищение из Сираля», есть Ночная королева, которую я уже сказала, Норма, Травиата, Лулу Албана Берга, невероятная героиня, просто что-то такое, что трудно себе представить, но это настолько интересная история и настолько невероятная музыка, что мне хотелось отразить и эту форму. А напишите нашим радиоуслушателям историю? История такая, что вся опера начинается с того, что на сцене появляется Укротитель Змей, вот эта змея и символизирует данную героиню. Дальше мы видим историю о том, как эта женщина переходит от одного мужчины к другому и по очереди они все погибают, то есть один умирает от яда, другой, узнав, что он обманут, дает ей револьвер, чтобы она застрелилась, но она убивает его. Коварная злодейка. Она ужасная коварная злодейка, это настолько абсолютная противоположность моей личности в жизни, что мне было очень интересно немножко покопаться вот в этом и понять, что к чему. В общем, даже вот такая вот есть у нас дама. Вот, там есть один из любовного напитка, потрясающе, очень красивая получилась у нас фотосессия для оперы Таис. Знаменитая медитация из этой оперы отражена тоже в этом календаре. Таис во время этой медитации в спектакле принимает очень важное для нее решение, судьбоносное, потому что она как танцовщица и куртизанка, и вот она решает оставить эту фривольную жизнь и босиком пересечь пустыню, придя в Македонию, принять христианство. То есть это настолько вот... То есть момент преображения в этой медитации происходит. Да. И когда выйдет или вышел уже этот календарь? Какова его судьба будет? Как вы считаете? Ну, в данный момент он в процессе вот последний этап подготовки и печати. Завтра в эфире в фейсбуке через мой социальный профиль Юлия Васильева Сопрано можно будет посмотреть презентацию этого проекта, где мы вместе с моей педицей, Еленой Тоновой, побеседуем об этом календаре. Мы послушаем некоторые музыкальные отрывки, иллюстрирующие этот проект. Ну и, соответственно, после этого он появится и в продаже, его можно будет также приобрести через мою страничку, а также получить подарок во время презентации и во время моих концертов. То есть это такая вот отчасти это мой подарок для моих поклонников, для моих близких. Ну, это еще популяризация опера, да, как жанра вообще искусства? Да, абсолютно точно. Это была такая внутренняя сначала скрытая идея этого проекта, но я понимаю, что это уже теперь лежит на поверхности. Мело в том, что многие считают, что опера она стала такая вот скучная, долгая, несовременная, что это о чем-то таком, чего нет в нашей жизни. И мне хотелось вот этих героинь показать актуальность оперы, показать то, что она по-прежнему по-прежнему интересна, экстравагантна, впечатляющая, то есть вот так вот осовременнее. У нас буквально осталось несколько секунд до перерыва, сейчас рекламная пауза, и мы сейчас вот просто через пару минут продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Личное утро». В гостях у нас сегодня Юлия Васильева, сопрано, очень яркая солистка нашей латвийской национальной оперы. И несмотря на то, что театры сейчас закрыты, по понятным всем причинам, тем не менее, вот вчера Юля нам рассказала в первой части, что был снят на видео большой красивый концерт такой новогодний, который можно будет увидеть с 27 числа на сайте оперы. Юля, а у вас еще один проект, который должен был состояться в декабре, вот такой прям удивительный проект, неожиданный конкурс, где вы участвуете, всемирный конкурс причем, перенесен, насколько мы знаем, на февраль был, это конкурс Miss Plus Size, Miss World, мировой, расскажите, пожалуйста, что это за проект? Нам очень интересно. Проект называется Miss Top of the World, вообще-то, да, и это, ну как это, наверное, в нашем понимании это конкурс красоты? Да, конечно, безусловно. И так уж получилось, что в этом году меня пригласили представлять Латвию на этом проекте, и я с удовольствием отозвалась, потому что, опять-таки, я знала, что готовится этот календарь, и я думала, что это одно другому поможет, но вот видите, так получилось во временных пространствах, что конкурс перенесся в данный момент, на февраль, будем надеяться, что он состоится, поэтому календарь даже предвосхитил конкурс, это уже теперь неважно, в принципе, но мне это интересно, потому что это какой-то новый вызов для меня, что-то необычное, мне было очень приятно, во-первых, что меня заметили и пригласили вот там участвовать, то есть такой новый этап какой-то тоже на Новый год планирован. А в чем заключается этот конкурс? И сколько там участников? Ну, в данный момент мне трудно сказать, сколько там участников, наверное, посмотреть, знаете, или поинтересоваться у организаторов, но заключается он в том, что девушки, женщины представляют свою страну в национальном костюме, это какая-то фотосессия или показ в вечернем платье, это интервью, где на весь мир опять-таки дамы рассказывают о своей стране, это так называемое шоу талантов, когда девушка показывает свои умения, возможно, в танцах, музыке, рисовании. мы думаем, у вас конкуренток не будет в этом плане. Ну, в оперном пении так точно. Ну да, если заставят, например, рисовать или акробатику показывать. Талант ты свой показываешь сам. Это по выбору. А на каком языке интервью? На английском, конечно. Вы уже прошли интервью? Нет, это все будет в феврале. Это будет один из этапов конкурса, но мы должны узнать, сколько там участниц, потому что мы собираемся за вас болеть и призвать наших всех радиослушателей и читателей наших страничек. А это же будет где-то, можно будет следить за этим онлайн. Это будет трансляция в Фейсбуке, она будет трансляция в Инстаграме на официальном сайте Miss Top of the World и, конечно, можно будет следить. Я знаю, что другие страны очень активно поддерживают участников, то есть голосами и поддержкой. У нас это так достаточно ровно проходит, у нас такая публика, менталитет у людей. Поэтому я буду очень рада, если вы подключитесь и поддержите. у нас вчера спрашивали читатели где информацию посмотреть, так что не волнуйтесь, все будет хорошо. Желаем вам победы. Юля, если говорить об итогах года, год был очень сложный, очень трудный, очень неожиданный и очень сложно к нему относиться как-то однозначно. Но существует такая техника, что все равно психологическая мы должны искать позитивные моменты и быть за них благодарны. Если взять ваш личный год, то что хорошего произошло? Давайте итоги такие подведем. Во-первых, я хочу сказать, что для меня лично произошло много таких внутренних открытий. Во-первых, несколько проектов, которые осенью состоялись, я в них принимала непосредственно организационное участие. Это впервые в моей практике такое, потому что обычно всегда предложения о концертах, спектаклях приходили извне. Здесь состоялись две программы и плюс вот этот календарь, то есть это три больших проекта по моей инициативе, по моей придумке. И для меня это вот большой шаг в сторону каких-то перемен и взгляда на собственную деятельность. Давайте напомним, что за два проекта были. Это концерт ваш в доме черноголовых и... И сольный концерт с большой участной программой в Малой Гильдии. 8 октября прозвучал, в первой части была представлена русская камерная музыка, Прокофьев и Рахманинов, и вторая часть это были популярные с детственной мелодии из опер и оперет. Плюс вот календарь, который на подходе. Ну, а начало года, это исполнилась ваша мечта давняя, и вы спели травиату. Да. Это тоже невероятный момент, потому что я думала, что с этого этапа начнутся еще определенные подвижки в творческой среде. Видите, путь-дорожка пошла в другую сторону. зависимым от нас причинам. Я стараюсь не думать и не анализировать эту ситуацию, а просто двигаться вперед в назначенном направлении. Ну, если там закрыто, если международные проекты не могут состояться, значит, нужно действовать здесь, развиваться, думать и что-то делать другое. Поэтому знаете, как достижение определенной вершины всегда ставит новые цели, задачи. У меня есть новые роли, новые мечты, новые вызовы. Весной будет концертное исполнение Луида Миллер Верди, это одна из сложнейших партий трансаплана. Редко исполняемая опера по причине того, что там во втором действии есть очень длинный эпизод абсолютно акапелла, где все солисты поют как бы хором без сопровождения музыки. Исполнить это очень трудно. И я очень надеюсь, что в апреле это состоится помимо всех других планов, которые есть на будущий сезон и на этот статус. А по поводу еще мы говорим о мечтах. Вы сказали, что в календарь вы включили характеры героинь, которые вам интересны, и о которых вы тоже мечтаете. вот в принципе если посмотреть на перспективу, кто еще из... Какие партии еще вы бы хотели попробовать? Ну, я думаю, что в ближайшее время очень хотелось бы петь Одину в любовном напитке и Норму в одноименной опере. Это тоже одна из героинь этого календаря. Мне моя давняя мечта и уже она становится ступенопланом. Мадам Бутерфляй Чучо Сан в горе Пучиня. Это потрясающая музыка, невероятная история этой девушки. Надеюсь, что может быть даже в ближайший сезон или через сезон эта опера появится в моем репертуаре. А напомните опять же для радиослушателей кратко фабулу Чучо Сан. Чучо Сан молодая гейджа. Ей по истории 15-16 лет молодая прекрасная приезжает американский офицер с каким-то командировочным визитом и влюбляется в нее. По японским традициям сыграна свадьба и господин Пинкертон отбывает свои родные земли. Долгие годы Чучо Сан ждет возвращения Пинкертона. Она живет каждый день тем, что он появится, что на горизонте будет видеться его корабль. Сначала она увидит дым этого корабля, а потом на землю сойдет ее возлюбленный и она будет его ждать в тени сада. В течение этих лет растет их общий ребенок, то есть она родила ему сына и она ждет его возвращения вместе с этим малышом. И спустя годы он действительно появляется вновь там. Он приезжает со своей молодой американской женой. женился уже по американским законам. Да, он, так сказать, времени не терял. И когда он появляется, он понимает, что ситуация такова, он, в общем, совсем не ожидал, что это будет так. И он предлагает ей забрать их общего ребенка в Америку, там его растить. И после долгих таких душевных терзаний она отправляет сына вместе с отцом на большую землю и кончает жизнь самоубийством. В общем, трагедия, любовная трагедия. И, конечно, это одна из красивейших опер. Так что желаем вам, чтобы все это случилось. А вот ваши дочки две маленькие, да, они делают очень большие успехи. Мы знаем про Софию, что у нее даже награды есть всякие, скрипачка юная, а еще и самая маленькая дочка, вторая, тоже начала играть на скрипке. Расскажите, как это все случилось? Ну, здесь, знаете, трудно было не начать, потому что такой пример перед глазами, конечно, ей хотелось, и она уже, в общем, ждала, когда же скорее. Ее тоже поведут на уроки, ей исполнилось пять лет, и мы, конечно, начали тоже заниматься в школе Дарзине, готовимся к поступлению через два года. Ей очень нравится, она невероятно музыкальный ребенок, немножечко не хватает нам терпения, как и всем деткам на первых этапах, вот, но это прекрасно, потому что дома растут два музыканта. Да, аккомпаниаторы для вас, да. Более всего у меня есть репетитор для младшей дочки, это, это, это старшая, вот, сегодня, например, все утро София сидела, закрывшись в своей комнате и сочиняла музыку, импровизацию. Да. Слушали я музыку? Да, конечно, конечно. Утро даром не прошло, да? Вообще. Мы, ну, остаются звуки скрипки из другой комнаты, звуки фортепиано, и сейчас они обе отправились на последнее, наверное, в этом году детское мероприятие, после чего тоже уходят на каникулы. А как соседи и остальные члены семьи, которые не столь музыканты, музыкальные, вообще относятся к этой музыкальной какафонии? Ну, видите, как наш папа, он, в принципе, музыкальный человек и играет на фортепиано и на гитаре, поэтому он очень терпимо, хорошо относится ко всему этому. Бедные наши соседи, ну, в общем, пока никто не жаловался. То есть, видимо, пока что мы музицируем неплохо. Ну, почему, да, я думаю, что они должны радоваться и еще радоваться тому, что вы не спортсмены и не прыгаете по полу. То есть, это все, конечно, красиво, шутки шутками, но это здорово, что девочки такие музыкальные. Юль, скажите, вот давайте, у нас, наверное, последние минуты остались, вам надо убегать сейчас, да, или еще у нас есть время? Ну, чуть-чуть еще можем, да. Хорошо. Давайте про Новый год. Вот какие-то семейные новогодние традиции, как вы будете отмечать, как обычно отмечаете, будет ли этот год отличаться от других? Ну, да, как я уже говорила, обычно мы отмечаем Новый год на работе с моим супругом или по отдельности где-то в ведущем мероприятии, поэтому тоже обычно работают в новогоднюю ночь. Дети иногда бывают с нами, иногда остаются с моими родителями, то есть традиция такова, что мы всегда собираемся с нас дома часиков в пять или шесть до того, как начнутся все большие празднования. Провожаем Старый год, к нам приходит Дед Мороз со Снегурочкой, причем все уже знают, что надо готовить стихи и песни и маленьким, и большим, приносят большой мешок с подарками, то есть мы провожаем вот таким образом всей семьей Старый год и дальше уже раздвижаемся все по своим адресам. В этом году видимо все будут сидеть дома, но к детям все равно Дед Мороз придет обязательно. Даже София, которая уже десять лет она верит, они уже по три письма написали каждая. В морозильнике храните письма, надеемся. Не раскрою секрет, а то найдут. Нет, письма, письма надо в морозилку складывать, чтобы Дед Мороз нашел быстрее. Ах, вот как. Идея, почти в ящик опустить, а положить в морозилку. Вот ребенок написал письмо, открыл морозилку, положил туда. Все. Дед Мороз там считывает информацию. Ах, вот как. Это я им скажу. Это будет новый этап написания. То есть, если они уже по три написали, думаю, что еще по два. Причем, они заказали французского бульдога, кролика, хомяка, робота. Французский бульдог очень совместим с кроликами и хомяком. Это потому, что у нас уже есть собака, кошка и рыба. Рыба. Понимаете? У вас нет птиц еще. Да. А как зовут кошку и собаку у вас? Кошку зовут Стелла. И с этим именем связана прям целая история, потому что дважды, когда я была беременна своими дочками, мне очень хотелось назвать дочь Стелла. Но вся семья, вся округа говорили, ну как можно назвать ребенка памятником? Вот. Поэтому, когда у нас наконец появилась кошка, я сказала, имени другого не будет, кроме как Стелла, потому что Стелла, на мой взгляд, звучит очень красиво, так, патетично, и в переводе с итальянского это звезда. Звезда, конечно, да. Вот. И еще у нас есть давний наш плен семьи, это собака Фрейд, маленький йоркширский терьер. Сейчас его стали именовать Альфредо. После травиации он стал приобщаться. А до этого был Фрейдди Меркьюри. Да, да. А скажите, а вы в новогодний праздник дома поете? Бывает такое? Обычно нет, но в этом году, видимо, будем петь караоке, уж что теперь. А Дед Мороз когда приходит, вы выступаете как по драматической части, по стихотворной или все-таки с песенкой? Вы знаете, у нас песен много, всяких стихотворок тоже много, танцев мало. Поэтому где, видите, как в театре оперы и балета я все-таки за оперную часть иногда можно дома и за балет. То есть вот пароводы и всякое. В общем, никаких специфических таких заготовок нету. Может быть, мы какой-нибудь совместный номер сделаем в этом году все вместе. Кстати говоря, скажу еще про один такой социальный подарок, который мы готовим вместе с эфирскими музыкантами к Рождеству. Приоткроем маленькую завесу тайны. Это будет великолепный, такой очень душевный подарок для всех жителей нашего города, может быть, и за пределами его. Вместе с органисткой Еленой Приваловой, скрипачом Гидоном Гринбергом и велосипедкой Ириной Валикжаниной. Мы сделали запись Авмари Баха Гуно, которая будет провождаться также и видеорядом, то есть это будет как музыкальный клиент. Мы готовим его выход к Рождеству, то есть лема-святки, которые по латышскому стилю, по калючству. Так что в скорости ожидает еще вот такой вот красивый подарок. Где вы делали запись в каком зале? Мы делали запись в церкви старой Гертруды, которая находится на улице Гертрудес, потому что там совмещение нескольких хороших факторов для нас. Хороший орган, пляжная акустика и хороший интерьер для съемки. То есть вот. Юль, о каком подарке лично вы для себя мечтаете? Давайте сейчас наформулируем и все вместе загадаем. Знаете, я мечтаю о том, чтобы вот в этом уходящем году, в 20-м, остались пустые театральные залы, чтобы в нем остались Рождество и Новый год без снега, чтобы в нем остались болезни и все невгоды, которые произошли из-за того, что мы сейчас переживаем, чтобы все люди, которые заболели, выздоровели и счастливы наслаждались своей жизнью. И чтобы все дети вернулись в школу к своим учителям и воспитателям в детский сад. Ну а мы желаем вам, Юля, конечно, чтобы как-то материализовалась ваша Чио-Чио-Сан. Да. И победа на конкурсе Местолпа в Звуалт обязательно, да, и Норма. Содействуем Норма, Чио-Чио-Сан, оперный календарь, в общем, все, что мы сегодня перечислили, очень много новостей у вас, несмотря на то, что год тяжелый, как мы говорим, да, то есть как бы вот нет худа без добра. Вы согласны? Абсолютно точно, абсолютно точно. Вся ситуация, которая происходит сейчас, она заставила немножко пересмотреть жизнь, приоритеты. И, в общем-то, неплохо. В общем-то, неплохо. Ну давайте вот тогда закончим уже, у нас программа подошла к концу почти, и закончим, может быть, таким рассуждением, как в себе, где в себе искать вот эти силы. Вот мы слушаем вас, ну вообще восхищаемся, потому что, да, оперным артистам очень сложно сейчас, всем сложно, но вы не можете выйти на сцену фактически, да, то есть это тяжело. Где вы находите эти силы? В чём эти силы? Эти силы, во-первых, в вере, в то, что всё будет хорошо, что всё равно добро побеждает зло, что новое начало, оно сильнее каких-то старых невзгод. Для меня огромный источник силы и вдохновения это мои дети, моя семья, мои близкие, потому что они очень-очень поддерживают меня во всём. И, собственно говоря, наверное, какие-то разочарования или несбывшиеся надежды, планы, их надо оставлять в прошлом, не думать о них, не застревать в этом, а всё время думать вперёд, всё время идти вперёд и продолжать движение, то есть если какое-то определённое направление вдруг закрылось или стало невозможным, искать выходы, искать другие пути. И они обязательно найдутся. Мы вам желаем творческих успехов и здоровья вам и всем, кого вы любите. Спасибо большое. Спасибо. что там также пожелания всего самого наилучшего в наступающем году. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok